Если ты хочешь расширить свой кругозор областью Дота 2, а также защититься от кидал, то обязательно зайди на канал Дота Шоу. Парень делает интересные видео, кстати говоря. И также на канале сейчас идёт конкурс, и у тебя есть большой шанс выиграть. Не упусти момент! И так, народ, всем привет! Я думаю, что уже ни для кого не секрет, что в Доту буквально 3 дня назад добавили русскую озвучку для 9 героев, если я не ошибаюсь. И по этому поводу сейчас уже начали все засирать YouTube, типа видео, ТПО, обзор новой озвучки. Но я не буду делать обзор, я буду делать что-то типа сравнение. Это, я думаю, хотя бы не так зашкварно получится. Поэтому, наверное, давайте начнём. В общем, появился у меня доступ к файлам, нет, даже не файлам, ну да, скорее всего файлам. Файлам всех озвучек, точнее русской озвучки и английской их вариации. И теперь у нас будет, есть чем сравнивать. Так что давайте, наверное, начнём так. Ну что ж, давайте, как всегда, начнём с самых таких интересных и всеми любимых героев. И это будет Пудж, да, Пудж, потом уже будет, наверное, инвокер, да, погнали. Так, ну что ж, Пудж. В общем-то, послушал я его, других героев я не слушал. Ну и давайте, в общем, я продемонстрирую вам, если вы ещё не слышали. Вот та самая банальная фраза, когда Пудж появляется. Давайте послушаем. Меня зовут Мясником. Я думаю, все, все фанаты Пуджа сейчас просто обомлели от того, насколько это не похоже, озвучка на оригинал. Для того, чтобы вы сравнили, давайте слушаемся в оригинал. Та же самая фраза, просто перевод. Майкл, меня зовут Пуджа. То есть мы слышим, что реально очень сильно отличается и голос, и вот этот вот акцент, даже не знаю, как это назвать акцент. Вот это как-то, какая-то вариация, как говорить. Очень странно он разговаривает в оригинале, то есть вот в английском варианте. Он действительно очень интересно и своеобразно разговаривает. В русском же он разговаривает просто как-то без такого интересного акцента. В общем, давайте еще послушаем. Вот это, что меня очень убило, это вот, слушайте. Я Падж. Падж, ребят, действительно Падж. Да, да, и это правильно, как бы, просто все русские комьюнити привыкло к тому, чтобы называть Пуджа Паджем, да, Пуджем, именно. Но на самом-то деле правильно называть его Падж. Но это вот никого не волнует, это уже с каких времен пошло, еще с первой доты, даже Варкрафта. Все называли его Пуджом. Пудж, Пудж, Пудж. Все называют его Пуджем, даже никто не задумывался о том, что его правильно называть Падж. Даже если вслушаться в английскую отлучку, он называет себя Паджем. Ну, в общем-то так. Ну, в принципе, перевели они Падж, это правильно, но очень непривычно для игроков, которые играют за Пуджа ежедневно. Ну, на английском звучит это примерно так же. Кстати, забавно, что, вот как вы сейчас услышали, он говорит не Падж, а Пудж. То есть, опять же, какое-то такое несоответствие. Иногда говорит Падж, иногда говорит Пудж. Но именно конкретно в этой фразе он говорит Пудж. Сами послушайте. Пудж is here. В общем, вот так вот. Так, ну и что. В принципе, перевод фраз очень хороший, мне понравился. То есть, сами фразы, то есть, они переведены качественно, то есть, не каким-то там транслитом. И при этом всем они переведены действительно хорошо. То есть, как бы не отличаются от оригинала по содержанию. И при этом имеет какой-то смысл. Так, ну давайте какие-нибудь коронные фразы. Сейчас, какие. Так, есть вот этот гидовый гир, самая такая главная, наверное, фраза, которую все так любят. Это, которая сейчас от Скорпиона пошла. Так, где она здесь? Не могу найти, к сожалению. А может быть здесь и нету даже. Ну, в русской вариации она в любом случае есть. Давайте послушаем в русской вариации. Так, сюда, вот. Сюда, быстро! Ну, ну... А ну быстро сюда! Ну не то, согласитесь, совсем не то. Даже если вспомнить тот же самый Warcraft, как он разговаривал там, там гораздо больше эмоций. И очень такой своеобразный, вспоминающийся голос был. Здесь голос совсем такой какой-то обычный, согласитесь. Вот. Так, ну что тут еще интересного у нас есть, чтобы можно было посмотреть? И вроде бы все такого. А, ну еще вот это самое главное, это Dismember, это Fresh Meat, вот это всеми любимое. В Warcraft в русской озвучке было очень классно. Как же он там орал-то? А я уже не помню. А, свежее мясо! Господи, как же я мог забыть свежее мясо? Он так смачно это произносил. Просто, м-м-м, аж слюнки текли. Так, ну давайте послушаем, как здесь на русский лад это звучит. Вот аж это. Свежее мясо! Да, знаете, это даже не забавно. Тогда это водило такой некий ужас. Это даже криповый голос такой был, запоминающийся. Здесь он как будто, знаете, тужится сидит такой. Свежее мясо! М-м-м! Нет, это не то, совсем не то, как по мне. Давайте еще послушаем пару вариантов. О, да! Свежее мясо! Вот это больше похоже, но опять же не то. Не такой какой-то хриплый и булькающий голос. Слишком у нас какой-то чистый голос. Не подходит для такого мясника. Как по мне, это сугубо мое мнение. Вы можете быть с ним не согласны. А, ну и так же, как я хотел передать привет Strategic Music. Как вы знатно обосрались, конечно. Я не относился никогда плохо к ним, но, тем не менее, я посчитал, что это будет уместно. Они столько старались и, в общем-то, Valve, мягко говоря, их послала. Ну и, впрочем, это правильно. Так, ну теперь, кстати говоря, они взяли за озвучку Fallout 4. Не повезло там, так попробуют здесь. Ну, в принципе, правильно, ребята, не виноват. Конечно, столько работы было пройдено зря. Ну ладно, сейчас мы и говорим не о них. Так, ну это видео будет долго, я думаю, вы сами понимаете. Так, ну да, так подробно мы уже разбирать не будем. Так, что у нас следующее? Inwalker, Inwalker. Слушаем Inwalker. Русский, русский, русский вариант. Как он появляется? Inwalker. То есть он говорит не Inwalker, а Inwalker. Со звуком U. Inwalker. Интересный, конечно, вариант. А в оригинале он говорит? Inwalker. 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 Ну, тоже такое. Inwalker. Ну, голос, да, голос похож, но, по-моему, слишком сильное эхо по сравнению с оригиналом. Inwalker. Хотя, нет, вроде бы такой же. Но, опять же, вот в оригинале у него голос такой более глубокий, аж прям чувствую. Я не знаю, это не передаваемо, но, в общем, чувствуется разница. Я, конечно, не хотел, чтобы было абсолютно идентично. Но, все-таки, ну, не так плохо, не так плохо, как могло быть. Так, ну, давайте, что, какие у него там еще? А, вот эта вот коронная фраза с фрикаделькой, мне интересно, перевели ее здесь или нет? Как вы знаете, когда он кастует этот, это Chaos Meteor, он говорит, типа, что-то, типа, сейчас попробую найти. А, Behold the Meatball. Это 5-процентный шанс, звучит он так. Behold the Meatball. Ну, Meatball, это типа мясные шарики, фрикадельки, вот. Сейчас посмотрим, здесь ли есть это. О, да-да-да, да, есть, есть. Ужрите, Тефтель. Ха-ха. Ужрите, Тефтель. Ай, лол. Да. Забавно, Тефтель, ну, Тефтель тоже правильно, в принципе, да, фрикаделька, Тефтель, в принципе, да, одно и то же. Так, ну, и слышал я то, что здесь он теперь называет себя Карлом. Да, посмотрим, правда ли это. Так, сейчас проверим. Да, да-да-да, уникальные реплики, вот как это называется. За многие века я сменил немало имен, но лишь одно из них истинное. Карл. 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 Да, ну, забавно, забавно, конечно, Карл, то, что, ну, не знаю, как-то ему не подходит это имя, как по мне. Ну, голос похож, ладно, голос интересный, не такой уж и обычный. В общем, мне нравится озвучка инвокера русская. Вполне себе неплохая, перевод, опять же, тоже очень хороший, как по мне. Так, ну что ж, давайте дальше. Снайпер, снайпер. Так, ну что ж, давайте начнём с самых банальных фраз при появлении, которые мы слышим каждый раз, когда мы выбираем снайпера. Снайпер. На самом деле, я сейчас первый раз слышу его озвучку. Так, а ну-ка. Это снайпер. Блин, кого же мне этот голос напоминает? Время пострелять. Из какого-то мультика, какого-то, знаете, такого тоже маленького персонажа, не знаю, кого именно, но голос интересный, да. Время пострелять. Цель все лучше, как я. Не помню, вот из каких-то, знаете, никелодиумовских мультиков таких вот, как голос Патчбоба, что-то типа того, вот только в русской локализации. Интересный, интересный голос. Так, ну и в оригинале, думаю, все знаете, как звучат его фразы. Снайпер. Ну. Снайпер. Ну такое, да. Как бы похоже, похоже, да, но не то, не то немного. Ну, да ладно, не страшно. Так, давайте посмотрим, есть ли у него уникальные фразы. Так, где у него здесь эти уникальные фразы? Вот, редкие фразы. Твоя смерть многим пойдет на пользу. Почти всем. Реально, очень интересный голос я скажу вам. Убийство это крайняя мера, согласен. Я меряю пролитую кровь ведрами. Да, очень здоровская озвучка, реально, очень интересная. Она, как бы, и не должна походить на, вот, оригинал. Она здесь очень хорошо подходит. Именно вот эта вот озвучка тоже очень хорошо к нему подходит. То есть, и та подходит, и эта подходит. Они отличаются, но обе из них очень хорошо прокатывают. Реально, очень клево. Так. Здорово, здорово. Мне нравится, мне нравится озвучка. Так. Почему я улыбаюсь? Потому что люблю свою работу! Очень прям с таким, как же это называется, очень с таким чувством говорил человек, который озвучил. Реально, очень старался, сразу видно. Ну, не то, что strategic music. Так, ну что ж, хорошо. Не буду я сравнивать с вот этим самым оригиналом снайперя. Я думаю, все и так знаете, как он звучит. Так. Ну, в общем, да. Тут даже нечего сравнить. Они абсолютно разные голоса. Так, ну, Queen of Pain. Это один из немногих женских героев, которых перевели. Если не ошибаюсь, перевели Квапу и Легион Коммандера из девушек. Все, да. Все остальные были парни. Так. Queen of Pain. Ну и что ж, давайте. Послушаем сначала в оригинале. Ну, вот как-то так, да. Такой очень будоражащий голос. Такой, да. Ну, вы сами знаете, как он звучит. Да здравствует королева! Ну, знаете, тоже такой голос. Не похож, не похож на оригинал, но, опять же, очень такой приятный. Будет боль. И будут крики. Ну, вот вы сами слышите то, что в оригинале, вот как человек как будто бы озвучивал этого героя, он как будто бы был очень близко к микрофону, и как бы микрофон поглощал именно его голос. А вот в русской озвучке, послушайте сейчас внимательно. Будет боль, и будут крики. Как будто бы такое небольшое эхо есть, вот оно немного дальше находится от микрофона. Ну, классно, классно. Голос, кстати говоря, очень знаменитый. Я, правда, не знаю имен, которые... Имен людей, которые озвучивали это, но сама по себе озвучка очень качественная, да. Голос, кстати, знаменитый, по-моему, во многих фильмах юзается. Так, ну что тут ещё можно такого интересного? Ну, давайте вот передвижение, которое мы тоже часто слышим. Так. О, да! О, да! О, да! Да. Ну что ж, я думаю, теперь все школьники будут просто в восторге. Теперь они смогут фапать не только на английский, но и на русский голос. Всеми любимые квапы. Так, ну что ж, давайте дальше. Ну и последний, кого я хотел бы проверить, это... Точнее сравнить, это Shadow Shaman. Я очень, очень, просто невероятно люблю его озвучки в оригинале. Она просто великолепна. Вот этот акцент. Блин, я не знаю просто, как это назвать, но вот этот стиль разговора у него очень интересный. Типа, а, Натайя, а, Натайя... Это так клёво, блин. Так, ну что ж, давайте слушаем в оригинале. Shadow Shaman! Shadow Shaman! Так, услышали, теперь запоминаем. Shadow Shaman! Shadow Shaman! Ну голос совсем другой, прям слышно. Так, какие тут еще можно? Hear me! I speak for the shades! Так. Внемлите, ибо я говорю от лица бесплотных духов! Очень слышно, очень слышна вот эта вот самая обработка компьютерная. То есть, неестественный голос, как нечеловеческий. Обработка очень слышна, это плохо. А вот в оригинале, вы слушаетесь... Hear me! I speak for the shades! ...как будто бы человек, вот действительно, то есть, его голос практически не меняли. А здесь прям какой-то такой робовоис. Я посланец тех, кто уже ушел! Ну, такое, такое. Да. Вот та самая фраза, которую сейчас, если я найду... Где же она? Когда он, по-моему, кастует вот эту вот сетку. Ахм... Если она здесь... Такс... Нет, это, к сожалению, не то. Так, ну сейчас я попробую найти... Вот эта та самая фраза. Ммм... Если она здесь, если она здесь... Да, есть, слушаем. Не-я-та-я-ан-да-ка! Ха-ха-ха! Ну, ну... Неплохо, согласитесь, ребят. Ну, неплохо, но не то, все-таки. Не дотягивай до уровня оригинала. Хотя тоже весьма неплохо, ну... Ха-ха! Реально, давайте еще раз послушаем. Только уже другое. Мо-то-ке-я-на-я-я-та-я-ме! Ха-ха! Мо-то-ке-я-на-я-я-та-я-ме! Вы знаете, прям слышно, как какой-то дедушка сидел такой, его заставляли говорить вот этот бред. Да. Так, ну что тут еще такого есть? Я приковал тебя! I bind you! Да. Ну, я не знаю, на самом деле, что сказать. Ну, тоже, ну, неплохо, ну, неплохо. Могло быть гораздо хуже. А вот насчет того, можно было бы лучше, я не знаю. Вот, серьезно. Я не могу, в принципе, представить еще лучше в русской озвучке. Не знаю, в чем дело. Но неплохо, реально, неплохо. Вот все, которые я сейчас прослушал, все, все, все неплохие, вот, кроме Пужа. А Пуш как-то уж совсем не похож на себя. Вот, серьезно. Ну, вот, сами послушайте. Крюком по шее! Ну, не то, ну, не то, но согласитесь. Ну, вообще не то. Голос совсем не подходящий, как по мне. Вот кому-кому, но точно не Пужу. Вот, но он не такой хриплый, не такой глубокий. Слишком уж какой-то он такой, даже приятный бы он сказал. То есть, он видно, что такой хрипящий, но при этом приятный. Ну, не тот человек, как по мне озвучивал его. Так, а вот, интересно, есть ли здесь фразы, которые относятся к героям? Да, есть. Че-то мясо какое-то несвежее. Ну, вот здесь более-менее похоже, да, тогда, когда он вот таким вот недовольным голосом говорит. Вот прям... Нормально, нормально. Хе-хе-хе-хе-хе-хе, эй, Клинкс, ты куда всё мясо делал? А вот теперь оригинал. Хе-хе-хе-хе-хе, you need some meat on embounce, Клинкс. Вот слышите, прям очень такой глубокий, глубокий, такой приятный голос. Как бы, несмотря на то, что герой сам всемерзкий, голос такой вот приятный, такой мужской чистый голос, глубокий. Да, но здесь такое. Такой здоровый живот мне заглушить. Да. Консервы. Ну, да, да. Вот единственное, кто мне немножко не порадовал, это Пуш. Во всём остальном мне нравится, здорово, реально здорово. Инвокер хорошо получился. Вот Снайпер, у меня вообще просто в восторге, классный голос. Квапа тоже неплохо. Ну, не прям классно, но неплохо, согласитесь, очень даже неплохо. Ну, и Шадоу Шам. Ну, Шадоу Шам тоже такое. Не знаю, возможно ли было сделать так же, как в оригинале, но тоже, наверное, неплохо. Хотя, это в любом случае русская озвучка, чего мы выбираем. Спустя четыре года Валлы всё-таки позаботились о самом многочисленном контингенте людей, играющих в доту. Это русские, больше всего русских, потому что играет. Вот. Они всё-таки решили запилить русскую озвучку спустя четыре года. Ну, что ж. Ну, в общем, такие вот дела. В общем, такой получился долгий анализ. Ну, да ладно, я надеюсь, вы тоже как-то сравнили для себя, для себя что-то уяснили. Хотя это, по сути, бессмысленно, но всё-таки, я надеюсь, вам было интересно это. В общем, всем спасибо, что потратили на всё это время своём. Мне было очень приятно послушать. И, в общем, всем удачи. И меньше врагов, тимовый. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok